Практическая психология Здравствуйте, в эфире программа Практическая психология. В студии практикующая семейный психолог Надежда Бушмелева. Сегодня у меня в гостях педагог, коуч, эксперт в области развития и капитализации людей и компании, а еще отец двоих детей. Итак, встречаем Игоря Дубинников. Игорь, здравствуйте. Да, добрый день. Вот из той ипостаси, которую я только что перечислила, самая близкая роль для вас это кто? Наверное, учитель. Учитель. Да. Это самое изначальное, да? Это то, к чему я скорее пришел, хотя свой диплом педагогический я получил давно. То есть первый диплом, который я получил, был педагогический. Это такая базовая, да? Основная такая была. Это первая профессия, которую я получил. Но тогда, когда я ее получил, я точно не собирался быть учительным. Даже, наверное, сомневались в том, что вообще буду ли я когда-нибудь, да? Я точно знал, что я не буду. Да, но как обычно в психологии бывает, как только ты говоришь «не буду», так сразу же включаются совсем другие процессы. Ну да, слово «не» частицу не воспринимает мозг, поэтому я сам себе запрограммировал, что буду. Похоже. Смотрите, у нас сегодня тема «Отцы и дети». Сколько лет вы уже в роли отца? У меня, получается, пошел 18-й год. 18-й год. Да. Это сложная роль быть отцом? Или же вы считаете, что, в принципе, она по силам любому мужчине? Я считаю, что пока она не осмысленна, она легкая. Так, а как только? А как только ты начинаешь осмыслять роль, ну, для начала родителя, а потом уже внутри этой роли роль отца, потому что все-таки там есть и мать, да? И вот я бы сказал, что я пока в процессе. Я пока не ответил себе на ряд вопросов, что значит быть родителем и отцом. Когда вы осознали вот этот процесс, сколько было тогда ребенку, вашему первому ребенку, когда вы поняли, что вот так просто, бездумно я не могу быть, я, да, биологический отец, но я еще и человек, который задает определенную траекторию развития своему ребенку? Я бы сказал, путь был не такой. Я сначала понял, что я благодарю и благодарен своему отцу. То есть это был мой юбилей 30-летний. И, ну, как обычно у нас бывает на наших этих застольях, я говорил какое-то слово. Я говорил благодарность отцу. И в этот момент я осознал, что вот он как мог меня, так и воспитывал. А как он мог меня воспитывать, будучи инженером-радиотехником, там, работая на трех работах в советское время, там, еще в Киргизии, когда мы жили? Ну, естественно, давлением. Я должен, я обязан. Я это воспринимал, естественно, в штыки негативно, потому что я хотел не идти на огород, там, ничего не копать, на эту дачу не ехать, не заниматься этой прополкой картошки. Я хотел там спортом заниматься, с девочками гулять. В общем, у меня были другие интересы. И тогда, естественно, это был полный негатив, конфликты, рукоприкладство. Ну, не с моей стороны, я тогда еще был не способен это делать, но со стороны отца. То есть это такое было классическое советское воспитание. И вот в 30 лет, когда я ему говорил спасибо, я понял, что, а я действительно ему благодарен, он вот как мог, вот как его учили в свое время, а он воспитывался без отца. Он, кстати, в России вообще очень много детей воспитывается без отца. И вот как его воспитывали, так и он воспитывал. И вот говоря ему эти слова благодарности, я начал думать, так, стоп, а я-то чего делаю? А у меня-то дети. А вот как это? И вот дальше процесс осознания растянулся, ну, фактически, наверное, до 35-36 лет, когда я впервые сказал, так, стоп, я точно не хочу действовать, как мой отец. Я точно начал сталкиваться с проблемами в школе у своего сына, мы с ним вместе. И я понимал, что если я просто на него буду давить, то я получу, и у меня в моей жизни есть очень некрасивый и очень трагический пример, когда моего друга в семье давили, ну, то есть заставляли, и он просто повесился. Я вот эти картинки сопоставил, сказал, так, стоп, теперь надо понять, что с этим делать. И я там впервые обратился к психологам, потому что, опять же, несмотря на то, что у меня педагогическое образование первое, родителям меня никто не учил быть. Эту роль социальную, к сожалению, в нашем обществе не преподают, а это одна из ключевых ролей. И вот до сегодняшнего дня я нахожусь, с одной стороны, в постоянном подтверждении ответов на эти вопросы для себя. Я все больше получаю запрос от моих учеников, от людей, скажем так, более взрослого возраста, о том, что у них проблемы с детьми, нужно что-то делать. И, получается, я в это включаюсь и провожу уже даже на тему тренинги. Вот самое интересное, что я, когда вчера перед эфиром написала о том, что я буду с вами встречаться, и попросила наших, тех, кто меня читает в социальных сетях, задать вопрос. Вот самым популярным вопросом было как раз, что делать, каким образом мотивировать детей, которые ничего не хотят, подростки. Ну, мы сейчас к этому подойдем. Итак, современный подросток – это новое, в принципе, такое, я бы сказала, очень стремительное поколение, за которым мы не всегда успеваем с вами. Они совсем не похожи на нас, но есть, я бы так поделила на две категории, есть ребята, которые четко понимают, мы хотим этого, мы берем, мы делаем. Есть такие подростки, прямо я говорю, не подросток, а песня. С ними интересно, не всегда легко, но понятно, что делать. То есть направляй и поддерживай. А есть другая категория, и девчонок, и мальчишек, которые «отстаньте от меня, я ничего не хочу, сдалось мне все это». И вот как раз вопросов по этим детям все больше и больше возникает у родителей. Ну, практически все такие. Да. И вот как раз этот вопрос и озвучивается. Я поэтому сейчас с него, наверное, и начну. тяжелые, как педагоги называют, да, там, например, сложные, там, поведенческие дети, подростки, что на них уже ставится клеймо, да. Но мы с вами, как взрослые люди, которые тоже через это, через все прошли, понимаем, что это всего лишь временное явление, и его надо просто правильно прожить, пережить, да, и не потерять взаимодействие со своим собственным ребенком. Расскажите, как это сделать, вот, может быть, и с вашей точки зрения, с вашего опыта, и в то же время так, как вы уже делаете тренинги, как не потерять вот эту связующую нить родитель и ребенок? Надя, если позволишь, я на полшага вернусь назад, да, мы к этому сейчас, и как раз через вот эти полшага и перейдем к твоему вопросу, который ты сейчас задала. Просто я понял, что я не ответил на твой вопрос предыдущий. Ты спросила про роль отца, я рассказал о том, как менялся там в генезисе вообще в принципе, как я к этому вообще относился, да, а по большому счету надо ответить на вопрос. Вот обучение и воспитание – это, по большому счету, основные элементы педагогики, то есть науки о развитии человека, ну, в данном случае ребенка. Я считаю, что воспитание – это 90% семья, обучение – 90% школа, и в обратную сторону, соответственно, 90% и, соответственно, 10%. Как, знаешь, треугольник, вот если взять прямоугольник и разрезать его пополам. Да. Вот, к сожалению, мы, как родители, я вам говорю про свой пример, но я уверен, что большинство честных родителей сейчас то же самое идут в себя. Мы как бы сдаем ребенка куда-нибудь, чтобы найти себе свободное время. Нам дети реально неинтересны, и мы не ищем никаких поводов для того, чтобы возник совместный интерес. И это уже перекликается с ответом на твой вопрос, который ты последний задала, но пока я не буду на него отвечать. Роль отца и роль родителя – это быть примером в чем-то. По сути дела, основное обучение, которое происходит в семье – это копирование моделей поведения. Делай, как я. Делай, как я, но тут вопрос даже не в том, делай, как я, и сейчас мы транспарант напишем на эту тему. Надо понимать, что все, что вы делаете, копируется. Все. И если мы говорим… И то же те слова, которые говорятся, они потом обязательно озвучат. Все копируются. Маты, еда, привычки, бухло, телевизор, сериалы – все копируется. Но только может быть на современном диджитальном уровне. Поэтому первый момент – это какой нужен пример отца, а дальше уже вопрос девочке, соответственно, и мальчику. Естественно, вопрос принятия ответственности – это вообще ключевой вопрос любого взрослого человека. Но с точки зрения парня – это способность брать на себя ответственность, ставить цели, достигать, дисциплина. Это тот яркий пример, который должен видеть сын по отношению к отцу. Отец должен показывать сыну. То же самое девочке, да, но там, тем не менее, там больше модель поведения, связанная с заботой, любовью. Это, по сути дела, ролевая модель будущего мужа, да, потому что она тоже будет копироваться. И вот эта ваша связь, наша связь с нашими супругами, то, как мы относимся на самом деле в семье, с какой любовью, добротой и так далее, это и будет копироваться нашими детьми с точки зрения их ролевых моделей. Вот поэтому роль отца ключевая – это быть примером мужчины в жизни, соответственно, своих детей. – Отлично звучит, Игорь. А скажите, вот если, например, как вы в начале самой программы сказали, в семье нет отца, да, а есть дети, мальчишки. – Да. – Как в этой ситуации? Что вы в этой ситуации рекомендуете? – Ну, это, на мой взгляд, такая сложная уже ситуация. И так однозначно, не оказавшись в ней и не имея своих собственных примеров, брать и говорить, вот делайте так или так, я считаю, что здесь ключевым моментом могут быть родственники и мужчины по линии, соответственно… – Женщины? – Женщины, а может быть, всё-таки… – Развернуться в сторону, например, линии отца, да, если вдруг… – Конечно, дело в том, что вот ты поймала прям, что называется, эту мысль. К сожалению, очень часто родители расходятся, теряя лицо, и в очень жёстких контурах. И дальше женщина начинает там мстить и пакостить по отношению к мужчине. Ну, и мужчина себя ведёт недостойно тут тоже. И вот как при условии, что люди приняли решение, осознанное, надеюсь, не жить вместе, не быть вместе, да, как при этом, тем не менее, давать возможность взаимодействовать с биологическим отцом, и как, тем не менее, при этом выполнять свою функцию, тем не менее, да, реализовывать свою ответственность как отца, вот, на мой взгляд, это поиск возможностей и добавление в окружение мужской линии. Крайним вариантом могут быть уже вопросы наставничества, люди, которые реально по интересам могут быть близки, но при этом они и мужчины. – Ребёнку. – Конечно. Вот, и теперь я отвечаю на вопрос, который я, к сожалению, пришлось вернуться к первому, который я не ответил. И это вопрос прежде всего совместных интересов. Для того, чтобы находить какие-то возможности для общения, должны быть поводы для общения. Поводы для общения типа «здравствуй», «добрый день», «до свидания», «спокойной ночи». – Как дела в школе? – Да, хотя британские учёные считают, что даже утро и обнимашки – это уже особенно в том возрасте важный элемент общения, тактильности и реальной передачи тепла, любви и так далее, то, что, собственно, я рекомендую делать в начале дня и в конце дня. Вот. А основное – это интересы. Вот какие интересы у вас? Ходите на спорт? Ходите с ребёнком. Изучаете язык? Изучайте с ребёнком. У ребёнка репетитор по какому-то предмету, может быть, вам имеет смысл вместе сходить к нему? Я считаю, что для подростка особенно, в момент, когда мы сталкиваемся с родителями, это самый тяжёлый для нас в современном мире момент, мы-то сами не можем долгом ответить на этот вопрос, какой профессии, какая работа, кем быть, для себя, а уж тем более для ребёнка. Так вот, этот момент наиболее удобный для того, чтобы совместно изучать мир будущего, чтобы находить ответы на вопросы, в том числе про себя, тестироваться точно так же на этих профориентационных тестах, точно так же наравне с ребёнком, смотреть результаты, обмениваться этой информацией. В этом случае тогда возникает вот то самое базовое доверие на фоне общей деятельности. Если у вас нет общей деятельности, общих интересов, всё остальное будет бессмысленно. То есть там прийти, проконтролировать, только будет это закрывать ребёнка всё больше и больше по отношению к вам. Хорошо. Вот мы, получается, если мы постоянно живём вот этой самой, дышим тем же самым воздухом, которым дышит твой собственный ребёнок, мы вместе растём, развиваемся, но в какой-то момент он говорит, так, стоп, мама, папа, вы знаете, я уже не вы, я уже та отдельная личность, да, которая хочет много что уже и без вас делать. Да? То есть мы как с вами должны грамотно его отпустить, правда? Вот это грамотное отпускание, это опять важный элемент, которому не учат, ну потому что, я думаю, тоже слушатели, кого это коснётся, вспомнят, там, надень шапку, поел суп и так далее. Даже для сегодняшнего себя, там, в возрасте, там, 30-40-50 лет. То есть вот эта вот тема «Мы, дети, пока живы наши родители», она... Вечная. Вечная, и я её называю, по большому счёту, такая культура ковра. Ну, то есть каждый из нас в своё время воспитывался, и у нас на стененке висел ковёр. Вот у каждого свой. У каждого свой. Да, и вот этот ковёр, он, ну, фактически является отпечатком в голове той модели поведения и воспитания, которую мы скачали. Нужно признать, наше поколение одно, это поколение другое. Совершенно. И абсолютно неплохо, что они не хотят, там, какой-то толпы со всеми общаться. Ещё раз, они такие, и это нормально. Дальше, в сети они так общаются, вы даже не представляете. Современный мир диджитален, будущего тем более. Не надо их ограничивать с точки зрения общения. Научите их грамотно взаимодействовать в сети. Это просто элемент коммуникации. Вот получается, что вот если в эту сторону не заходить, в этой стороне не разбираться и не принимать изначально ребёнка таким, какой он есть, то ты будешь пытаться свой ковёр как бы применять, там, настилать, застилать. Смотри, вот, да, вот у меня ковёр. Да, ты должен быть таким, такой же, как я. Да, и вот с этим надо разобраться в первую очередь. Свой ковёр снять и нахрен выкинуть, извиняюсь за выражение. И разрешить, и дать возможность ребёнку не вешать даже свой ковёр, да, если у него вдруг он уже появился. Капремонт в доме, да. А перерезание пуповины в этом смысле, да, вот то, о чём ты спросила. Вот у меня, например, в жизни это был очень тяжёлый период, потому что у меня сын, ну, мы столкнулись с тем, что Глеб, это был какой класс, седьмой класс, он сказал, всё, я больше в школу ходить не буду. Я сказал, подожди, как это ты не будешь? Пошли в школу, с классным руководителем поговорил, ну, там были определённые проблемы с поведением, в том числе с его стороны. Длящийся давно, то есть, как бы, это, там, не первый раз. Не сегодня случилось. Да, мы там для этого меняли школы, то есть, вот, в очередной раз я столкнулся с этим. И оказалось, я понял, сам увидел, что, нет, я не хочу туда, в эту школу его отправлять, хотя это в Петербурге, это гимназия, это, в общем, цивильное место. Многие туда стремятся. Я понял, что я не хочу последствий таких, какие были у моего друга. Я понимаю, что если я буду давить, я его сломаю, он ещё тот, кремень. И даже одна из новых учителей в школе, учитель русского литературы, мне тогда посоветовала и сказала, если у вас есть возможность, забирайте. И мы с ним сели и подписали контракт в кофе-хаусе, где мы договорились, что он идёт на экстернат. Так, это возможно, да, в нашей стране? Это возможно, в нашей стране. Ну, как спортсмены, например, которые учатся экстерном. Но при этом, если ты не учишься, как обычно, чем ты будешь заниматься? Буду работать. Замечательно. Тебе надо готовиться в этой стране, чтобы быть гражданином, должен получить образование, по крайней мере, начальное школьное образование. То есть это не начальное, а среднее образование. То есть это самое 9 классов. Да, потому что для того, чтобы поступать в ВУЗ, нужно 11. А если ты не хочешь поступать, то 9 у тебя должно быть. Это просто гражданин. Вот. Окей. Тебе нужно готовиться. Там есть ГИА, тогда это называлось. Сейчас ОГЭ, по-моему, называется. Там предметы конкретные, которые ты должен изучать. Но репетиторы, кто за них будет платить? Это же твое было решение. Супер. Значит, ты будешь работать, и деньги, которые ты будешь зарабатывать, часть будешь направить на репетиторов. Да. А кем ты можешь работать? Тем не менее, в поддержке вы ему не отказываетесь, да? Конечно. Кем ты можешь работать? Я могу, не знаю. Ну, уборщица, вот, например. Когда человек говорит, я не знаю, то уборщица или грузчик? Это первое, что приходит в голову. Первое, что приходит в голову, это реально, это не... Я работал. Я начинал свою карьеру с разнорабочего, с грузчика. Ну, потому что на тот момент я другого ничего не умел делать. У меня в трудовой книжке тоже первая написана, санитарка неврологического отделения. Все, еще раз. Если у тебя нет фантазии, уборщик или грузчик, вперед. И, пожалуйста, сразу обращайся к родителям, потому что это потенциальные твои первые работодатели. Так он начал убирать дома, потом в одной из моих компаний. Но мы с ним сразу в этом контракте прописали, что он работает, он учится с репетиторами, я его защищаю от всей остальной семьи. Ну, потому что я одновременно стал директором школы, и заучем, и предметником, и всем подряд. Ему нужна была поддержка, я ее дал. Ну, у нас контракт. Ну, и дальше постепенно он понял, что он не хочет быть уборщиком. Что надо что-то делать другое. Потом начал весь продажи, потом первое дело свое открыл. Неважно, эту пока в сторону уберем. Пуповина, вот это перерезание ее, наступил момент, когда он закончил школу. По сути дела, я его на своем авторитете и на нашем контракте протащил. А дальше следующий этап. А дальше получается он сам. И вот он сам, уже я его вот этими своими какими-то методами давления, тем не менее, там где-то хитростью, я уже не могу его вытащить. И это здорово, что он сам проинициировал это. Там они с Наташей, с моей супругой, с мамой нашли психолога. И он начал ходить к психологу. Потому что основная задача, основной запрос был, это вот эту связь нашу, ну, не в смысле вообще, а в смысле ту часть, которая работала на предыдущем этапе, а теперь не работает, вот эта вот ступень ракеты, которая должна отстрелиться для того, чтобы спутник вывести на необходимую орбиту, к сожалению, я сам не знаю, как это делать. Поэтому работа с психологом на протяжении какого-то количества, там, пяти или семи сеансов, после чего, я помню, мы уже пришли вместе с Наташей, и разговор был на четверых, где вскрылись определенные проблемы в нашем взаимодействии, где мы договорились о том, как мы дальше взаимодействуем, и с тех пор другие отношения. То есть я, к сожалению, и мы, к сожалению, воспитывались в стране, где до сегодняшнего дня признаться, что ты пошел к психологу, это фактически сказать, что ты в дурке лежишь. Но наша культура в стране, к сожалению, вообще против психологии. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас проблема с этой профессией, туда пришли люди, которые не решили своих проблем, они остались, пытаются другим помочь. Очень мало качественных психологов. А в основном психологи такие, что им нужны психотерапевты самим. Вот через отзывы, как угодно, находите адекватных профессионалов, и если вы находитесь в ситуации, когда вы понимаете, что вы не можете эту проблему решить, идите и решайте ее с профессионалами. Потому что чем дальше, тем больше проблем будет становиться как бы конкретно и по поводу выбора будущего, и по поводу отношений. Да и у вас у самих проблем, я имею в виду более старшее поколение, тоже хватает. Вот такие рекомендации нам сегодня дает Игорь Дубинников. Мало того, что он педагог, коуч, эксперт в области развития и капитализации людей и компаний, так еще и является отцом двоих детей. Кстати, скоро будет и третий, да? Да, мы на шестом месяце. Отлично. Продолжаем. Тема у нас сегодня отцы и дети. Что делать с ребятами, которые не горят желанием строить планы, двигаться к целям? Это, кстати, особенность современной молодежи. В отличие от нас, предыдущего поколения, вот это вот умасливание на тему будущего, что там, а вот потом тебе будет счастье, хотят сразу. Да. И современная вся индустрия СМИ, и уж тем более интернет, пестрит вот этими историями быстрого успеха, и все хотят так же. Извини, что я тебя перебил, ты хотела спросить, а что с этим делать? Да, самые распространенные вопросы, которые я говорила из социальных сетей, как правильно мотивировать ребенка на то, чтобы у него сначала были хотя бы положительные результаты в учебе, а потом еще и траектория развития в профессионале. Первое. Забыть о слое мотивировать. Потому что вы не можете, мы не можем никого мотивировать. Мы можем только стимулировать. Мотивирование или мотив, это внутренние процессы, мотивация. То есть она зависит от самого индивида, от человека. Поэтому первый момент, это собственный пример. А вы хотите, чтобы у вашего ребенка был такой пример? Да. Отлично. Первый момент пройден. Второй момент. А что может конкретно мотивировать человека на то, чтобы заниматься какой-то деятельностью, например, учебной? Только понимание, зачем это ему надо. И здесь мы сталкиваемся с самым главным вопросом и проблемой современного образования, потому что все то, что мы делаем, направлено на три буквы ЕГЭ, которые потом никуда не нужны. Вообще. Это просто бич нашего времени, когда ты делаешь бессмысленное, абсолютно тупое упражнение под названием Я 11 лет сливаю в помойку своей жизни для того, чтобы набрать какое-то количество баллов, для того, чтобы потом еще следующую часть жизни посвятить еще, я называю это 25 лет лишения свободы. Да. А родители это не рассказали в самом начале. 7 лет садик, 11 лет школа и еще бакалавриат 4, магистратура 2, армия 1, плюс-минус перещелк с когда родился, 25 лет минус. Вся система учит одному не работать. Не работать. А типа учиться ради того, чтобы потом, возможно, тебе это пригодится. Давайте будем делать вид, что вы сейчас такие послушные граждане, да? Да, абсолютно так. Поэтому, убирая в сторону проблемы образования, слишком глобальная история, вопрос в том, что каждый вынужден справляться с этим сам сегодня. И, конечно же, от родительской смелости и ответственности зависит, насколько вы будете готовы предложить альтернативу своему ребенку, а сегодня альтернатив огромное количество. Давайте хотя бы некоторые из них озвучим. Например, вы можете найти экстернат, вы можете полностью убить лишнее из программы развития своего ребенка, вы сдадите и сделаете этот ЕГЭ, но при этом ваш сын или дочь будет заниматься в свободное время, получается, которое будет полностью свободное время, теми базовыми компетенциями, которые нужны современному и человеку будущего, для того, чтобы он мог соответствовать рынку труда. А что это? Это развитие осознанности базовой операционной системы, потому что эта метакомпетенция ключевая. Это развитие коммуникации, развитие языков, программирование, потому что даже бабушка горбатая через несколько лет уже будет программировать левой пяткой любой девайс, потому что так создается это, так сейчас. То есть как сегодня без языка невозможно, так завтра без программирования будет невозможно, потому что на стыке программирования и разных наук, биохимии, чего угодно, будут создаваться продукты, будут решаться задачи. Это уже так сегодня. Поэтому как помочь не тратить время на ерунду? Я уже понимаю, что школы ополчились в этот момент на меня после этих слов. Ни в коем случае. Я не против школ. Я против траты времени впустую. И когда я выхожу на тренинги, я говорю, я сегодня хочу помочь вам сэкономить ближайшие 40 лет вашей жизни. Потому что, когда я работал в корпорациях, и мне приходилось увольнять огромное количество людей, люди вне зависимости от возраста не могли ответить на один простой вопрос. Чем ты хочешь заниматься? Они могли ответить на вопрос, чем они не хотят заниматься. Как правило, это совпадало с тем, чем они занимались всю жизнь. Но никто из них не мог ответить на вопрос практически, без исключений. На вопрос, чем бы вы хотели заниматься. По-честному. Так вот, альтернатив на самом деле много. Какие? Первое, что нужно сделать, нужно высвободить время. потому что вы не можете умордовать своего ребёнка тем, что он, с одной стороны, 10 часов потратил на школу в день, плюс ещё сверху давайте ещё кружки и всё остальное, которое, опять же, направлено на ЕГЭ. Вот первое, что нужно сделать, это решить, вы готовы идти по общему пути или вы создадите свою индивидуальную траекторию образовательную. Если по общему пути, просто найдите школу, где нормальные учителя, это самое главное. Если индивидуальная траектория, значит, тогда вам нужно будет найти экстернат, вам нужно будет, по сути дела, самому стать теком, который возьмёт ответственность за образование своего ребёнка. Кстати, я хочу сказать, не каждый родитель на это способен, да, потому что... Поэтому я говорю, от смелости очень серьёзно зависит, потому что делай этот шаг в режим под названием «я пришёл, отдал своего ребёнка в игровую комнату, уже не работает». Уже не работает. Всё. Претензии потом только к зеркалу. Ну, там, совсем очевидно, потому что так и так очевидно, что претензии только к зеркалу. Так вот, в этом случае тогда вы можете набирать вот эти вот пазлы в онлайне сегодня, в том числе и в международном, не только в России. Я сейчас говорю о том, что у вас есть прекрасная возможность сегодня выйти за пределы Кирова, Уренгой, Помарова, Хрюпинска, любого города благодаря интернет. Если у вас есть интернет, вы можете получать образование в Стэнфорде. Набирать это элементно. Но начните с того, что вы первую часть времени посвятите исследованию способностей своего ребёнка, интересов своего ребёнка. Потому что нет смысла тратить любое количество времени на то, что вообще не нужно. В режиме пригодится, не пригодится. Потому что гораздо быстрее осваивается сейчас любой навык или любая компетенция под то, если она нужна. Если она не нужна – нет. Вот базовые компетенции, их имеет смысл освоить заранее. Вот здесь только, наверное, ещё пять копеек, да? По поводу того, что вот, может быть, это ваше желание и стремление, да? А может быть, ребёнок скажет, мам, погоди, мне вот вообще это ничего не надо. Ну, я каждый раз, когда отвечаю на вопрос, я хотел бы тогда немножко оговориться. Да. Я исхожу из неких базовых принципов. То есть… Что у ребёнка есть вот эта, да, психологическая готовность? Вот тут тяжело понять, она у кого есть. А у взрослого она есть. Что такое взрослый, что такое ребёнок? Вот у меня есть мои базовые принципы воспитания детей, которые я для себя осмыслил и которые я транслирую. И вот первое, о чём я говорю – мы на равных. И в данном случае это наша совместная задача. Нет такого, что это его проблема или моя проблема. Это наша совместная проблема. И мы должны её решить. Конечно. Второй момент очень важный. Честно, откровенно. То есть ничего не загребаем под ковёр. Стопроцентная поддержка. И личный пример. Вот только таким образом можно действовать, на мой взгляд. Прорисовываем ли мы вместе с ребёнком вот ту самую цель, к чему мы идём? Или тот самый пунктик, вот где мы с тобой остановимся, оглянемся назад, посмотрим, как мы прошли этот путь? И будем простраивать дальше? Прорисовываем. Вот несмотря на мой комментарий, что современный подросток – это скорее человек, который не думает о будущем глобально. Тем не менее, его надо научить, об этом думать. Я однажды был на стратегической сессии в одной из энергетических компаний. Я её организовывал. И Виктор Виксельберг, российский предприниматель и владелец компании «Ренова», когда слушал стратегию, с которой выступал топ-менеджмент, в итоге, после всех разговоров, вопросов, сказал, за всю свою жизнь я не видел ни одной реализованной стратегии. Но это не означает, что стратегии не должно быть. Вот здесь то же самое. Понятно, что мир меняется каждую секунду. Понятно, что в школе нет такого предмета, как самопроектирование, например. И детей не учат смотреть вперёд и загадывать или заглядывать в будущее. Но тем не менее, помогать, посмотреть на эти 20, 25, 50 лет вперёд, просто иметь в виду и от анализа своих сильных, слабых сторон, достижений, корректировать этот путь, но так, чтобы у тебя карта этого пути была. Это задача, в том числе... Сначала родители, да? Помочь вместе. А я сейчас оговорился, удивительно, руководители, я сказал. А на самом деле, если вы напишете сейчас на листе бумаги «руководитель», и первую букву обведёте, а потом «одитель», получится «родитель». Родитель. Да, и «водитель» то же самое у вас получится. Отлично. У нас сегодня программа «Практическая психология» и тема «Отцы и дети». Мы прервёмся и скоро вернёмся. Практическая психология Итак, продолжаем программу «Практическая психология». У меня сегодня в гостях Игорь Дубинников. Игорь, у нас тема «Отцы и дети». И вот мы уже поговорили о том, как выстраивать взаимоотношения с нашими подростками, как выстраивать, наверное, такую траекторию будущего вместе, опять-таки, сообща. Очень хотелось бы проговорить про те самые игры профориентационные, которые вы сейчас, в принципе, продвигаете по России, которые очень нужны и педагогам, и родителям, и детям. Мне очень нравится эта фраза «играющий», «играющий тренер». Сама тоже занимаюсь игропрактиками и понимаю, что именно через игры можно с детьми разговаривать. Ну, для меня просто мое словосочетание «играющий тренер» связано с моим бизнесом инвестиционным. И, учитывая предыдущий опыт, я с командами взаимодействую именно как играющий тренер, потому что я внутри могу выполнить любую роль любого игрока, учитывая свой предыдущий опыт работы и коммерческим директором, и генеральным директором, и как собственник бизнеса. То есть я с разных сторон знаю бизнес. Вот поэтому тут скорее не про игропрактики. Про игропрактики. Но, тем не менее, если брать тренинг «Самоопределение», который я провожу, я помогаю ребятам определиться с базовыми понятиями перед тем, как начать заниматься вообще определением себя в жизни. Потому что, к сожалению, мы проскакиваем ключевые, ну, скажем так, понятия, без которых, не определившись в которых, мы, к сожалению, ну, практически умножаем на ноль любое следующее наше действие. Ну, например, мы разбираем с ребятами, что такое взрослый. Это как? Что значит быть взрослым? То есть какие, да, критерии взрослости? Вот как можно расшировать слово взрослый? Я обычно задаю, я разбиваю их на небольшие группы и даю им это слово. И прошу их ответить на этот вопрос. Там не более семи слов формулировку. За всю историю не было ни разу, когда кто-то заговорил о возрасте. Если усушить и суммировать то, о чем они говорят, взрослый – это человек, отвечающий за свои слова, дела и поступки. Точка. И когда у ребенка это происходит осознанно? А вот это вопрос выбора. Получается, что если ты строишь отношения и разговариваешь об этом со своим ребенком, подводишь его постепенно, это не происходит там за один день. За один день такое определение не происходит. Потому что дальше, когда вы о чем-то договариваетесь, происходят примеры из жизни, которые вы обсуждаете, где его поведение соответствует или не соответствует этому, где твое собственное поведение соответствует или не соответствует этому. Тут нужно быть готовым к тому, что ты точно так же можешь ошибаться, И признание того, что ты совершаешь такие же ошибки, демонстрация своей уязвимости, это и есть базовое доверие, которое позволяет, это, кстати, касается любых отношений и на работе, и в семье, позволяет строить дальше честно эти отношения. И вот, когда мы прочищаем тему и говорим, и я даю возможность на тренинге ребятам определиться, а вы взрослые или не взрослые, а я даю это делать просто, я на тренинге говорю, как звучит ребёнок, закройте глаза и просто произнесите звук ребёнка, и они начинают кричать, ну, то есть как бы ныть. А произнесите звук взрослого, тишина, ступор, ну, нет звука, тишина, взрослый молчит и делает, а ребёнок ноет. И тут же выделяем понятие, что плакать, проявлять эмоции, это нормально, ноет, это значит не по делу, рассказывает о том, что что-то у него там не так идёт, сам не прикладывая к этому никаких усилий. И вот на таких простых доходчивых примерах мы постепенно-постепенно разбираем, как бы вот эту шелуху снимаем, вот на тренингах самоопределения мы разбираем базовые элементы того, из чего складывает самоопределение. Потому что, например, технология самоопределения – это понимание своих достижений, а достижение – это не только вот как бы хорошее, твои достижения могут быть и ошибки, потому что это результат со знаком минус. Ну, это результат. Да, конечно, любой результат – это хорошо. Другой вопрос, ты из ошибок уроки извлёк, извлёк урок – отлично, результат стал положительным. Дальше, твои таланты, вот этот микс сильных и слабых сторон, чем ты отличаешься от других, что в тебе хорошо работает, что не твоё. Дальше отдельный элемент – твои интересы. Чем ты интересуешься, откуда ты черпаешь информацию? Вот я свой выбор в жизни сделал в 21 год. Я помню, я часто об этом говорю, ко мне на свадьбе у тёти подошёл на лоджии пьяный мужчина, по-моему, даже её папа, получается, в таком подвыбившем состоянии говорит, «А кем ты будешь, Игорь?» Я говорю, я буду менеджером по персоналу. Это третий курс вуза. Как случился этот выбор? Почему я так ответил? На третьем курсе вуза у нас активно начался блок профориентационных дисциплин. И читали эти дисциплины, практики, руководитель кадрового агентства на тот момент. Несмотря на то, что это был Курск, тем не менее, в 1996 году это было кадровое агентство. Дальше. Книжка, которую первую я прочитал, которая называлась «Управление персоналом...» Нет. «Особенности национальной карьеры» Ушакова, где рассказывалось о такой профессии будущего. Менеджер по персоналу. И что вот эти кадровики уйдут, будут менеджером по персоналу. Это было так увлекательно, да? Это было так увлекательно, что я тогда для себя сделал выбор, откуда мы черпаем наши интересы, где мы берём это вдохновение. Получается, мы либо с кем-то общаемся, кто нас заражает этим, либо что-то читаем, откуда мы это берём. Вот если вы хотите помочь своему ребёнку определиться, вместе с ним прочитайте такую книгу, как «Атлас будущих профессий». Там рассказывается о том, как меняется мир, о том, какие профессии уйдут, какие останутся, какие актуальные задачи необходимо будет решать. Да вы просто возьмите, откройте этот «Атлас» по 25 отраслям, разным отраслям экономики, и просто вычеркните в режиме «Неинтересно». Вот самый простой способ найти, что тебе интересно, это из общего списка вычеркнуть то, что тебе неинтересно. Да. И дальше у тебя возникает 1, 2, 3 отрасли области, которые плюс-минус кажутся, что это интересно. В предпринимательстве это называется гипотеза. И дальше вам придётся это перепроверить. Вы пойдёте туда и там. Идеально, если вы найдёте в своих кругу друзей, знакомых, наставников потенциальных, которые могут рассказать о том, что это такое. В идеале могут дать возможность провести на рабочем месте, посмотреть, экскурсию, попробовать. Сегодня это можно вообще просто делать в сети. И вы просто находите в этой области человека, вы берёте область, забиваете туда, эксперт в области такой-то, у вас вываливаются люди всего мира. Постучаться к нему, подписчики, читать то, что он пишет, это то, что вы можете делать для себя и точно так же для своего ребёнка. Абсолютно без проблем. Так вот... Так хорошо, что нет теперь этих границ, да? Да, круче интернета только телепатия, конечно. Конечно. То есть, если уметь пользоваться грамотно то, чем современный мир нас одарил, вы можете двигаться очень быстро. Ещё раз, это кардинальным образом убирает границы городов, стран, там, чего угодно. Более того, если мы берём практику, это последний элемент системы самоопределения, то сегодня зарабатывать может любой человек любого возраста. Если раньше подростка, да и сейчас, в оффлайн-режиме на работу не возьмут, потому что ограничения, кому нужен геморрой, вы только сами можете сегодня нанять своего ребёнка себе на работу. Если у вас есть такая возможность, сделайте это. Но в сети, а сегодня огромное количество профессий уже диджитальных, в сети нет возраста. Аватарка на вашем профиле в социальной сети не рассказывает о том, сколько вам лет. Вы там можете цветок поставить с горшком. То есть, вас уже там не воспринимают как человека какого-то возраста. Мало того, сейчас подростки иногда зарабатывают даже больше своих родителей. Подростки вообще знают больше, чем родители сегодня. Это, кстати, одна из особенностей нашего времени, что подростки сами могут нас учить многим вещам, которые нам бы имело бы смысл поучиться. И учат. И за это им огромное спасибо. Кстати, это один из моментов, связанных с выстраиванием отношений. Опять же, через вот эту уязвимость и готовность сказать, что ты что-то не знаешь, попросить, чтобы твой ребёнок тебя этому научил. Со скольки лет вы примерно берёте детей на семинары? Ну, из опыта это 12 лет, хотя дети разные, но оптимально это 12 лет. С 12 лет старше, да. То есть 14-15 лет тоже тут возраст, который самый... Это основной возраст, с которым я сталкиваюсь. То есть, если взять профиль моих выпускников, то это где-то 60, а то и 70% посетителей. Дальше будет хвост тех, кто помоложе, и хвост тех, кто постарше. Если брать по-гендерному, чаще всего к вам обращаются мальчишки или девчонки? 50 на 50. Здесь, в отличие от взрослых тренингов, где у меня получается 2 трети в основном девчонки, на подростковых получается 50 на 50. Вот если сейчас я попрошу вас сказать рецепт, как родитель может повлиять на успешность своего ребёнка? Что это будут за ингредиенты? Хороший вопрос. Прямо формула. Философский камень. Но я считаю, что... У каждого, конечно, он будет свой, но это ваш рецепт. Я об этом не думал, поэтому мне потребуется какое-то количество секунд соединить элементы. Я думаю, что главным элементом здесь будет личный пример. Личный пример – это не означает, что у курицы не родится орёл. Я говорю сейчас личный пример отношения к жизни и вообще пути. Смотри, как я умею решать эти задачи. Нет. Смотри, как я люблю жизнь и почему я занимаюсь любимым делом, и почему я знаю, что это моё любимое дело, и почему я знаю, что я полезен людям и так далее. Это гораздо более мощная история. То есть я нашёл, я тот человек, который нашёл своё призвание. У тебя это получится тоже. Самый лучший вариант в этой формуле влияния – это когда... Не надо говорить слова. Когда люди видят, что ты светишься изнутри, потому что ты действительно занимаешься полезным делом, которое ты любишь, которое делает тебя счастливым. Поэтому я бы отдал в этой формуле 50% на личный пример, безусловно. Значит, второе – это отношения на равных. Для меня это всё, что связано с открытостью, честностью, правом на ошибку, в том числе и как для своего ребёнка, так и для себя. Это 25%. И последнее, третье, хоть это и 25%, тем не менее, это, безусловно, любовь и принятие своего ребёнка таким, какой он есть. И чтобы не происходило в его жизни. Без всяких «если» или «но». Вот пока этого не произойдёт, а любовь – это и есть принятие, вот безоговорочное. Ты можешь давать обратную связь, это парадокс в чём, то есть ты принимаешь человека, каким он есть, но ты можешь ему давать обратную связь относительно того, где бы ты видел возможности для улучшений. Но при этом он сам решает, будет он это делать или нет. Вот это самое сложное, на мой взгляд, для нас, для родителей. Спасибо большое, Игорь. И ещё в завершении нашей программы, что бы вы порекомендовали, какие фильмы посмотреть, какие книги почитать нашим родителям, чтобы ещё лучше понимать, куда мы двигаемся с нашими детьми? Вот учитывая, что мы начинаем с личного примера, я бы родителям порекомендовал в тему погрузиться. Потому что если вы не в формате, то с вами не о чем разговаривать. Надеяться на то, что кто-то за вас эту работу сделает, бессмысленно. Поэтому ваша личная осознанность является ключом к тому, чтобы вскрыть эту формулу. Для этого я вам рекомендую, и я всегда рекомендую эту книгу, книга Стивена Кови «Суперработа, суперкарьера». Это одна из последних книг этого автора, если вы его знаете, вы должны его знать по семи навыкам высоковестивных людей. Но эта книга, в принципе, о том, как найти своё дело, как быть полезным и при этом как на этом заработать. Как устроен современный мир будущего. На самом деле, в принципе, я считаю, что книга хрестоматийная, она не зависит от времени. Я уже порекомендовал вам посмотреть «Атлас новых профессий», «Атлас будущих профессий». Это просто вы обязаны это сделать, как минимум для себя самого. Да, и к тому же у нас в городе Кирове, в сельхозакадемии, есть «Эврикум», да, который работает по «Атлас новых профессий». Ну, тем более, да. То есть у вас ещё возможность пообщаться напрямую с людьми, которые представляют, скажем так, этот формат. Если брать фильмы, тут, мне кажется, всё очень сильно зависит от момента, да. То есть вот какой-то дать актуальный список обязательных фильмов к просмотру нет. Но то, что откликается сейчас, то, на что бы я обратил внимание. Мне очень нравится фильм «Умница» Уилл Хантинг. Как раз о том, какие последствия может иметь такое, ну, как бы ошибки воспитания, к чему это приводит с точки зрения неблагополучного подростка. И как психолог помогает ему, ну, скажем так, найти себя. То есть это то, что имеет смысл посмотреть с ребёнком в возрасте 12 лет и старше, и вместе увидеть, возможно, какие-то свои ситуации, которые у вас в семье есть. Спасибо большое. Это программа «Практическая психология». Сегодня у меня великолепный гость Игорь Дубинников, педагог, коуч, эксперт в области развития и капитализации людей и компаний, а также отец двоих детей. И тема у нас сегодня «Отцы и дети». Для меня она была очень интересная и познавательная. Игорь, спасибо большое, что вы привели приобретение. Взаимно огромное спасибо, Анна, за интересные вопросы. Всего доброго. Всего доброго.